Я хочу продолжить предыдущее видео, и сегодня сразу могу сказать, что будет видео не для слабонервных. Сначала оно будет чрезвычайно оптимистическое, потом, к сожалению, реальное. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В предыдущем видео я рассказал, что Олечка Лапочка написала мне, что она такая мудрая, и она не послушалась родственников мужа, которые предлагали ей продать квартиру и вложить в какие-то акции, и она счастлива, потому что она этого не сделала. И в прошлом видео я показал, что на самом деле это не совсем так, что лучше бы она послушалась, наверное, и вложила в акции, и акции выросли, и они принесли бы ей в районе 100 тысяч долларов. То есть у нее было бы сейчас в два раза больше денег. А сейчас я хочу показать, сколько они могли бы получить по максимуму. Это будут сразу, могу сказать, что цифры для неокрепшей психики, они совершенно фантастическими кажутся. Но поверьте мне, это правильно, потому что это правда, потому что все это можно проверить. В предыдущем видео я рассказал, что в 2014 году там было сравнение вложения в недвижимость и вложения в акции. И там я показал, что если бы продать квартиру в Москве, которая стоила 4 миллиона рублей в 2014 году, и вложить все это дело в акции, то денег было бы в два раза больше, но для начала я показывал о том, сколько стоила бы квартира, если бы вложить в акции американских компаний по индексу S&P 500. Ну давайте представим, что люди еще не разбираются в акциях вообще. И в 2014 году было понятно, что цены на недвижимость будут падать катастрофически, там, ну, как бы санкции и так далее, что рубль, так сказать, упадет и так далее. Поэтому надо было вкладывать в доллары. И давайте рассмотрим следующую ситуацию. В 2014 году, как я говорил в предыдущем видео, доллар стоил 36 рублей за доллар. Мы продаем квартиру, которая стоила 4 миллиона, и просто вкладываем эти деньги в доллары. И в прошлом видео я показывал, что эти деньги будут, это будет 11 тысяч долларов по тому курсу. Теперь давайте посмотрим, что произошло с долларом в 2014 году. Вот он график 2014 года, и, вернее, график доллара, USD рубль tomorrow, вы легко это можете проверить, этот график. И смотрите, что бы произошло. Вот он, 2014 год, вот здесь вот мы вложили по 36 рублей за доллар. И в 2014 году доллар бешено, мы видим, начал расти. Вот он, декабрь, 14 декабря, вот он, видите, пик, да, он вырос там до 80 рублей за доллар. Потом Набиулина, значит, объявила о резком повышении ставки. Это остановило, охладило доллар, потом он все равно вырос. И он стоил уже 69 рублей за доллар в январе 2015 года. И я думаю, что родственники Олечки и Олечка, значит, были бы счастливы, и они бы держали эти доллары. Но в 2015 году рост доллара прекратился к рублю, то есть рубль начал укрепляться, постепенно все начало приходить в состояние. Но что делать? Смотрите, ну да, в рублях там как бы падает, но тем не менее доллар, он и в Африке доллар, и хай они лежат. Вот, потому что, ну, доллар, ну, падает, ну, доллар, то есть, как бы мы привыкли, что доллар это очень надежно. И действительно, начиная с мая 2015 года, доллар снова начинает расти. Посмотрите, ну, слава богу, он уже, так сказать, как бы наши вложения снова начинают расти, и все хорошо становится. Да, здесь потом в апреле, в августе 2015 года небольшое падение, но это сезонное, можно объяснить. Потом он вырастает снова в феврале 2016 аж до 80, ну, то есть, вообще все шикарно. И пусть они лежат в долларах, и пусть они лежат, и пусть они лежат в долларах. Но вот он, наступает 2016 год, и знаете, что произошло в 2016 году? А в 2016 году вообще ничего не произошло. Все устаканилось, все успокоилось, и наступил полный стабилизец. И уже непонятно, куда вкладывать деньги, и то ли в акции их куда-то вкладывать, то ли еще что-то куда-то. Но ходят слухи уже, что есть такая штука, как криптовалюта, и надо бы вложить в нее вот что новое, вот куда надо вложить. И вот в 2016 году надо было вкладывать, ну, где-то июль, там пусть будет август, не знаю, 16-го года, куда в криптовалюту, конкретно в биткоины. Давайте посмотрим, что было бы, если бы родственники Олечки и Олечка вложили эти деньги в биткоины. Итак, у них 111 тысяч долларов, и они вкладывают в биткоины. Смотрим биткоин. Тот же самый график, только в биткоинах. Вот он, 2016 год. 469 там, вот он начинает расти биткоин, 500. Вкладываем деньги в биткоин, в какой-то загадочный, непонятный биткоин по 500 долларов. 500 долларов, страшно сказать, за биткоин. Страшно сказать, потому что это очень дорого было, потому что вот он растет, и, ну, скрипя сердце, надо решиться на это дело. По 500 долларов купить биткоин. Что происходит дальше? А дальше биткоин начинает расти, и мы начинаем радоваться. И он дальше растет вообще, так сказать, бешено, и мы тоже начинаем радоваться. И до скольки мы радуемся? Биткоин вырастает аж до 18 тысяч долларов. Но предположим, что вот 18 тысяч долларов, да? То есть, смотрите, мы вложили в биткоин по 500 долларов за биткоин, а продаем его за 18 тысяч долларов. Вот здесь, когда он начинает падать. Смотрим сюда. В 2016 году вкладываем доллары и получаем, умножаем на 36 в 18. И у нас уже не 111 тысяч долларов, а 4 миллиона долларов. Вы только вдумайтесь. В 2014 году было 111 тысяч долларов, в 2018, в 2016, те же самые 111 тысяч, но в рублях подорожало. А здесь в рублях, давайте посмотрим, сколько в рублях это стоило. В рублях в 2018 году. Сколько стоил рубль в 2018? Так, биткоин. Биткоин мы продавали... Ой, в 2017 году мы продали биткоин 11 декабря. Смотрим, сколько рубль стоил 11 декабря 2017 года. 60 рублей за доллар. 4 миллиона долларов стоило 240 миллионов рублей. Ну, это совсем не 4 миллиона рублей, согласитесь, это вообще сказка, да? И мы продали, вообще все шикарно. Блин, вообще все хорошо. Дальше биткоин упал, ну ничего страшного, пусть в долларах лежат, 4 миллиона лежат и лежат, все хорошо. Что надо было сделать после этого? После этого надо было дождаться, пока биткоин не начнет расти. И вот он, биткоин начинает расти в 2020 году. Вот он, в 2020 году мы снова вкладываем в биткоин, вот где-то здесь, да? По, ну пусть будет там по 10 тысяч рублей, по 9 тысяч долларов за биткоин. И сейчас биткоин стоит на текущий момент 59 тысяч. Вот сколько у нас было бы. Значит, смотрите, 59 и по 9 вложили. Значит, мы берем вот эту сумму, 4 миллиона долларов. Делим на, даже интересно, да, 9 тысяч долларов и умножаем на, ну, 59 тысяч долларов. И получается 26 миллионов долларов в 2021 году. Вот на текущий момент было бы у Олечки. Либо 1 миллиард 940 тысяч рублей. Вы можете все это легко проверить. Я вам гарантирую, что все это абсолютно правильно, абсолютно верно. Все это, ну, как бы, все это проверяется. 1 миллиард 940 тысяч рублей. Конечно, надо было продать 26 миллионов долларов. Конечно, надо было сделать именно так. И если бы я был на месте, вот, в то время, я бы сделал именно так. Понимаете? Вот. Ну, а теперь давайте о грустном. И сейчас я буду рассказывать абсолютно реальные вещи, которые происходили вот в эти годы. Ну, в 2014 году я всех убеждал вкладывать в доллары. Вот вообще, так сказать, там. И я вам могу сказать, что, ну, в те времена, так сказать, там намечалось все это. И я говорил, ребята, если у вас есть рубли, вкладывайте все в доллары. Но мне, мои вот сотрудники, мои люди отвечали, что, ну, Медведев сказал, что у нас будет островок спокойствия. Медведев сказал, что, ну, там, стали распускать слухи, что доллары скоро могут отменить. Почему? Ну, потому что всем было понятно, что все вкладываются уже в доллары. И надо было это как-то гасить хотя бы слухами. Поэтому здесь надо было вкладываться в доллары. И, ну, многие люди, по крайней мере, послушались меня, они вкладывали в доллары. Вот. И в 2016 году, давайте напомню, что было в 2016 году, наступал стабилизец такой, вот, значит, там все-все-все устаканилось, значит, уже ставки в банках не приносят доходности, и уже люди начинали думать. И люди смотрели мой канал в то время, и я их убеждал, ребята, вкладывайте в акции, вкладывайте в модельный портфель, вкладывайте в структурные продукты. Я об этом постоянно говорил. И были люди, которые меня послушали, и они пришли в открытие брокер, и люди вкладывали деньги. Некоторые вкладывали, так сказать, вот я знаю реальных людей, которые вкладывали миллион рублей, там, два миллиона рублей, полтора миллиона рублей. Это, ну, сбережения, они вкладывали, они верили мне, они вкладывали в модельный портфель и в надежде получить деньги. И вот наступает лето 2017 года, и один из тех людей, который вот в 2017 году, он летом вложил деньги, полтора миллиона рублей, абсолютно живой человек, абсолютно нормальный. Вложил в модельный портфель, вложил там, разложил как-то эти деньги, и все хорошо, полтора миллиона рублей. В октябре месяце, 2017-го, он приходит в открытие и говорит менеджеру, просто менеджер мне рассказал такую душераздирающую историю. Он говорит менеджеру, я хочу забрать все. Менеджер спрашивает, говорит, ну, что-то случилось, может быть, мы что-то не так делаем. Он говорит, нет-нет, все нормально, то есть, как бы, нет никаких подозрений, ничего, я хочу забрать все. Ну, он, так сказать, долго выпытывал, почему, ну, как бы, ну, просто любопытно. Хотя он догадывался, что человек хочет вложить деньги в биткоин, но менеджер не имеет права советовать, не имеет права отказывать. И он убеждал его единственно просто вложить не всю сумму. Ну, человек настаивал, напоминаю, октябрь 2017-го года он вложил все в биткоин. Вот здесь. По 16840 он стоил тогда, это я хорошо помню. Полтора миллиона рублей в биткоин. Все свои сбережения. Ну, он сказал там менеджеру, говорит, это у меня сбережения там, ну, часть на отпуск, часть я коплю, так сказать, на пенсию. Вот, и что произошло, вот, в декабре, ну, это в декабре произошло, в декабре 17-го, значит, вы видите, что доллар упал, ну, там, честно говоря, он упал в два раза фактически. Ну, то есть до 7 тысяч. То есть из полутора миллионов осталось где-то 700 тысяч. Ну, может быть, 800 тысяч. Это жестокий удар. То есть человек, понимаете, что такое модельный портфель? Это акции, то есть это все деньги разложены по каким-то активам, по каким-то структурам, значит, там, ну, то есть они диверсифицированы, и они как-то растут, но растут медленно, медленно, медленно. И они, значит, вот так вот растут, а еще иногда и падают, и на это смотреть очень грустно, а люди, соседи говорят, что, слушай, биткоин, вот, посмотри, куда надо вкладывать, посмотри. Надо было в 2016 году, если бы ты вложил в биткоин, у тебя было бы уже вон сколько денег, а сейчас смотри, как биткоин растет, и он будет расти аж до 50 тысяч долларов. И человек прибегает, вкладывает по 16 850 долларов за биткоин, и тут же теряет 40% от своего вклада. Ну, расстройство, конечно, жуткое и так далее. И я думаю, что очень многие люди, которые хотят заработать быстро и много, поступили точно так же. Этот человек был не один, это просто вот реальный человек живой, который вложил деньги благодаря мне в акции, и он моментально их ополовинил. Такие, ну, историй таких было много в 2017 году, это понятно, вот, моя жена из Испании звонила, сказала, ну, первая жена, что у нее там есть знакомые, которые вообще все заработанные деньги, и плюс продали квартиры, вложили вот в этот момент в биткоины, и тоже пролетели, в общем, сказать, там, потому что как угорелые все носились тогда с биткоинами. Вот, и что делать дальше? Дальше, ну, поверьте мне, там были скандалы, были всякие, конечно же, в семьях разлады по этому поводу, я думаю, что Олечка сказала бы своему мужу все, что она о нем думает, там, так сказать, вот, ну и так далее. Но, как бы то ни было, по крайней мере, часть денег сохранилась, и на эти деньги еще можно купить квартиру, но как-то надо эти деньги вернуть, как-то надо эти деньги отработать, потому что, смотрите, когда мы зарабатываем, это все классно, и нам кажется, что мы такие умные, и что мы такие гениальные, и что мы классно заработали. А вот, когда мы теряем, нас берет злость, нас берет, нас охватывают какие-то вот стихии, и мы хотим отыграться, мы хотим заработать, и мы ищем возможность, как быстро вернуть потерянное. Вот это страшно! И люди идут, ищут, и приходит какой-то знакомый, опять же, абсолютно реальная история, через год буквально, или там, не помню уже, ну где-то через год, где-то здесь на самом деле. Еще одна моя знакомая, которая вот по моему совету вложила, значит, в тот же самый модельный портфель деньги, в другие какие-то инвестиции, она вложила туда 2 миллиона где-то, и они принесли ей 40% за год, 40% годовых. Она приходит к менеджеру и говорит, я хочу, нет, она пришла ко мне, она говорит, я хочу все продать, я хочу очень быстренько, значит, здесь есть возможность заработать большие деньги. И эти деньги можно было заработать, вложив их в криптовалютный фонд. Дело в том, что, ну когда криптовалюты, то когда вот они уже устаканились, посмотрите, вот он биткоин, да, все кажется устаканилось, но здесь можно заработать вот на этом трейдинге за счет биткоина. Вот это вот, вы не смотрите, что такие маленькие колебания, на самом деле они очень большие, на самом деле на этом можно очень много заработать, но на этом надо, во-первых, следить, а во-вторых, на бирже есть такое понятие, как позиции в шорт, но позиции в шорт надо открывать, когда, ну, у вас есть большие деньги. И фонд говорит, что мы это делаем профессионально, у нас разработана такая, ну, программа МТА, так называемая, то есть механическая торговая система МТС. Вот, и у нас получается, посмотрите на график, я смотрю на этот график, вот вообще вот он практически ровный, прямой. И что самое страшное, я понимаю, что это абсолютно реально можно сделать трейдингом, но самое страшное еще в том, что эта компания, этот фонд, он, ну, он стремился, конечно, заработать, он платил какие-то, ну, достаточно скромные, комиссионные, но на них тоже можно было что-то заработать. За привлечение таких фондов было много, ну, я могу сказать, что это был фонд НВА, фонд НВА, то есть вот там вот график вот прямо такой, идет хорошо, идет вот такая доходность в долларах. И фонд сказал, что вот прямо сейчас, если вы вложите, то прямо вот совершенно льготные условия, если вы вложите до 1 ноября, по-моему, там, 2017 года. Она берет, снимает все свои деньги, она бежит по всем своим знакомым, которые благодаря ей тоже вложились в НВА и ко мне приходили тоже, но я сказал, что нет, я все-таки с криптовалютами не связываюсь, вот. И никому не советовал я связываться, вот, с криптовалютами, но про НВА я даже видео снял, поэтому я сказал, что если хотите, пожалуйста, но предупреждаю, что это риск огромный. Вот, что произошло дальше, ну, а дальше фонд НВА исчез, он просто исчез, он перестал выплачивать деньги и график, вот, все. Я подозреваю, что, смотрите, если торговая система вот эта построена, то если это был метод Мартингейла, то этот метод, он, ну, не выдерживает очень быстрых движений вниз. И, собственно говоря, это приводит к полному разорению. Судя по всему, фирма была, ну, может быть, даже они старались как-то заработать реальные деньги, но, судя по всему, там был элемент небольшой, такой, что с привлеченных средств они какой-то процент выплачивали вознаграждение, ну, а потом за счет вот этой вот мудрой системы они это дело отрабатывали и возвращали себе, и были в прибыли, и все было хорошо, пока система Мартингейла не дала слив депозита. Тогда они сказали, что, ребята, значит, там, блин, самые хорошие условия вам, вот прямо сейчас приносите свои деньги. Люди принесли деньги, и учредители этого фонда скрылись с этими деньгами. Сейчас их ищут где-то там, они где-то в Казахстане, они абсолютно живые, но вполне себе нормально живут. С частью денег, которые они, грубо говоря, украли. Что такое криптовалюты? Почему это, так сказать, могло случиться, и почему это не могло случиться с брокерами? Дело в том, что этот фонд НВА, он был зарегистрирован, ну, где-то там в Голландии. В Голландии там достаточно есть льготные условия по регистрации этих, ну, финансовых организаций. Самое главное условие, самая главная, как бы, радость, что, ну, не несут они, как бы, они предупреждают, что это вложение несет в себе риски. И, собственно говоря, этого достаточно, что если человека предупредили, что это несет за собой риски, то, значит, в общем, какой с них спрос. Поэтому все нормально, голландский фонд, он вкладывался и исчез. И все, ничего. То есть вот мне звонит одна пенсионерка и говорит, что делать. Вот я вложилась там, благодаря своей знакомой, часть денег вложила в фонд НВА, часть денег вложила... Это еще одна, это уже не та, которая сняла деньги с брокерского счета. Вложила часть денег туда, часть денег сюда. Ну, я честно сказал, что деньги, которые были вложены в фонд НВА, потеряны. И многие мои знакомые вложились в этот фонд и потеряли вообще все деньги, которые были вложены в этот фонд. И я думаю, что у большей части людей, которые повелись вот на эти биткоины, повелись на быстрый заработок, все кончается примерно таким же. То есть они попадают либо на Форекс, либо на других мошенников. Вы не представляете, у меня есть видео, как отличить нормального брокера от мошенника. И там постоянно пишут, там вот... А All Crypto Trade – это нормальный брокер или это лохотрон? А то я, так сказать, там, они мне звонили, я ничего не вкладывал, ничего сказал, не надо открывать счет. А они мне открыли счет и говорят, что вы можете посмотреть комментарии там. А сейчас они мне угрожают судами. Ну, мошенники, я говорю, ну что ты, так сказать, как бы... Вот, нет, а почему они так? Ну, блин, почему? А потому что, ребята, вы ведетесь за очень быстрыми деньгами, за очень быстрой прибылью. Не надо гнаться за быстрой прибылью. Если на фондовом рынке есть там, скажем, ну, 20% доходности, вот, на большие, ну, не надо рассчитывать. Там можно получить 70%, можно 80%, можно 180%, вы это видите. Но это надо воспринимать как удачу, а не как закономерность. И давайте еще раз вернемся в портфель 100 тысяч рублей. Давайте вспомним, что там основная идея. Мы раскладываем все свои деньги на две части. Часть в рублях, часть в валюте. И ту, и другую часть мы раскладываем 40% в надежные активы, 60% в акции. Рубли 40% в надежные активы, 60% в акции. И в своем первом видео про портфель 100 тысяч рублей я сказал, что 10% можно выделить на вот эти вот сверхагрессивные технологии. То есть, 10% вот этого портфеля можно вложить в биткоин. Если эти 10% вносят, то есть, смотрите, структура портфеля 45, 45 и 10. Если это 10% вдруг разбухло, вот как здесь, да, в 36 раз, пожалуйста, мы это закрываем, прибыль распределяем тут в эту часть и в эту часть. И у нас остается структура портфеля та же самая, та же самая. То есть, 45 здесь, 45 здесь и 10% здесь, которые уже не жалко потерять, понимаете? То есть, надо всегда иметь твердую структуру портфеля. Вот что главное, и об этом говорит теория Марковица, об этом говорит, ну вообще, вся современная теория. Смотрите, вы создаете структуру портфеля, у вас есть активы надежные, в разных валютах, в разных странах разложены. И часть, маленькая часть находится в агрессивных активах. Вот у меня вот в агрессивных активах сейчас находятся, они на срочном рынке, я об этом постоянно рассказываю, там всякие опционы, фьючерсы, я хеджирую. Все это, ну где-то в районе 10% от моих вложений. Все остальное это акции в рублях, акции в долларах и какие-то фонды ETF в рублях и в долларах. То есть, надежные активы. А вот 10%, ну да, я играюсь. У меня даже в биткоинах, не поверите, есть вложения, там 100 долларов. И сейчас я думаю, что я увеличу это вложение в биткоины. Ну, на самом деле, они в биткоинах криптовалютах, то есть, сейчас они в эфир вложены. Вот здесь, вот они сейчас, ну, они там падали, то есть, я, ну, просто мне было интересно понаблюдать за этим делом. Ну, взял и 100 долларов вложил, кстати, мне знакомый пришел, рассказал, как это сделать. Я у него, ну, и вообще, чтобы быть в курсе, я вложил эти 100 долларов. Они потом, ну, получилось так, что комиссия съела там 4 доллара, было 96 долларов. Потом я вложил их в биткоины, они упали до 84 или 86 долларов. Я там закрыл на этом деле это дело. Сейчас снова они выросли, там, ну, где-то 96 долларов. То есть, ну, по крайней мере, доллары сохранились. Я смотрю, тут эфир растет, там, ну, и так далее. Я решил, что, ну, наверное, можно эту сумму, ну, как-то увеличить. То есть, 100 долларов, это что такое, 7400 рублей. Ну, наверное, я удвою эту сумму до 15 тысяч рублей. Ну, если я потеряю 15 тысяч рублей, ребят, я, ну, потерял. Ничего страшного. Больше туда вкладывать я не собираюсь. Это сверхагрессивная технология, сверхагрессивная вещь. Я вкладываю в опционы, ну, и частью, так сказать, почему бы не вложить вот в эти криптовалюты. Вот такое у меня отношение. Такая реальная жизнь. Это были абсолютно реальные люди, которые потеряли свои деньги. Сначала, так сказать, частично кто-то на биткоинах, на падении биткоина, а кто-то и полностью в фонде НВА. Поэтому, я вам говорю, не гонитесь за большой прибылью. Думайте, куда вкладывать. Раскладывайте деньги. Не держите все деньги в одной корзине. Не только в недвижимость, это тоже риск. Только, скажем, акции Тесла, это риск огромный. Вкладывайте в те активы, за которыми что-то стоит, которые чем-то обеспечены. Биткоин, честно говоря, цена, по-моему, только на основе спроса предложения. Но посмотрим, что будет с ним дальше, когда ФРС надоест смотреть, как деньги уходят мимо бюджета и мимо контроля налоговой. Пока не будет контроля, это рискованная вещь. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.